Уважаемые коллеги, мы переходим от генетики, немножко экспериментальной науки, да, и поговорим как раз о приматах как лабораторном двойнике человека и истории как раз создания приматологического центра у нас в России. Вы хорошо знаете, что без использования приматов действительно невозможно серьезные научные открытия. Как минимум 10 Нобелевских премий было связано с разработкой различных исследований на приматах. И действительно на сегодняшний день примат существует как лабораторный двойник человека, благодаря тому, что очень многие эмологические и биохимические процессы у них совпадают с такими же, как у человека. Но наиболее, так сказать, сложные исследования как раз и проводятся на приматах там, где невозможно сделать на других животных. И поэтому с этической точки зрения еще в 59-м году было принято такое называемое правило 3R, то есть replacement, то есть замена приматов другими животными, где это возможно. Reduction – это уменьшение количества животных в группе, то есть минимизировать количество животных, особенно если, так сказать, это может привести к их гибели. И refinement – это улучшение качества эксперимента, чтобы способствовать тому, чтобы у животных наименьшее, так сказать, количество болевых и других неприятных ощущений возникало, то есть уменьшение вредного воздействия на животных. Сложно перечислить все области, где применяются приматы. Это, конечно, генетика, о которой только что говорил, Евгений научит. Но, конечно, в большей степени это различные виды инфекционной патологии, поскольку приматы болеют теми же инфекционными заболеваниями, что и человек. Это трансплантология, создание искусственных органов. Ну и, конечно, фармакология – это доклиника, наиболее сложные препараты, такие как вакцины и моноклональные антитела. Они все тестируются, в первую очередь, на хроническую ростную токсичность на приматах. Ну, если вернуться в историю, то первым, кто указал на ценность обезьянгрого исследования, это был Чарльз Дарвин. Впоследствии, так сказать, многие ученые также подчеркнули необходимость экспериментальной медиапилогической исследований. И, конечно же, стоит отметить роль Илья Ильича Мечникова, который, работая в Париже в институте Пастера, он впервые, так сказать, использовал приматов для создания экспериментальных моделей сифилиса, брюшного тифа, протеинной инфекции и ряда других. Поэтому, конечно, вот Илья Ильич Мечников, конечно, можно назвать таким пионерным экспериментом приматологии. У нас в России эту идею поддержал первый нарком здравоохранения Николай Александрович Семашко. И благодаря, так сказать, его указу в 1927 году из Гвинеи были доставлены на пароходе первые приматы, первые обезьяны в Сухуми. Именно, так сказать, в Сухуми была выбрана территория, где находилась дача профессора Остраумова, где максимально у нас тропический климат. Соответственно, в общем-то, на этой территории был создан первый в мире приматологический центр. Были интересные работы Иванова Илья Ивановича, который как раз проводил их и в Сухуми, и потом впоследствии в Африке. Была попытка сделать межвидовое устречивание, то есть между гориллой и человеком. Но, естественно, эти попытки ничем не увенчались, но, тем не менее, в истории Иванов Илья Ивановича такой свет оставил. Ну, если говорить о действительно выдающихся ученых, которые работали уже в советское время, сначала в Сухуми, а потом уже, так сказать, в Адлере, то, конечно, это Иван Петрович Павлов, это Лев Александрович Зиббер, который развивал вирусную теорию рака, в том числе, так сказать, на приматах. Это Зинаида Иссорен-Яморева, которая разрабатывала пенициллин, Леон Манусевич Шабат, Михаил Петрович Чумахов разрабатывали полиуминитную вакцину в Сухумском экспериментальном питомнике. Александр Васильевич Вишневский, выдающийся хирург, который разрабатывал различные виды, так сказать, хирургических вмешательств, известных как народный создатель Мази Вишневского. Евгений Николаевич Павловский. Ну и, конечно, Николай Николаевич Петров, основоположник онкологии в России. И его работы, конечно, наиболее интересны нам в связи с тем, что наша конференция касается как раз проблем онкологии. Николай Николаевич был первым, кто создал экспериментальную модель злокачественной опухоли на приматах. И эти исследования были достаточно продолжительные. Они длились 12 лет и закончились с написанием такой монографии «Динамика возникновения и развития злокачественного роста в эксперименте на обезьянах», которая была опубликована в 1951 году. И некоторые выдержки из этой работы я вам приведу. А, в принципе, эта книга есть во всех библиотеках, и с ней можно ознакомиться. Но если я немножко вернулся назад в историю, то, конечно, первую попытку на создание опухоли сделал наш тоже соотечественник, который работал, правда, во Франции, Серж Горонов. И он в свое время послужил прообразом профессора Преображенского, известного в физне собачье сердце, потому что последствием основной работы его было как раз попытки омоложения с помощью подсадки различных семенников от полианного гамадрила к человеку. В общем-то, эти эксперименты были достаточно известны в 30-х годах, и даже крупные государственные деятели пользовались его успехом. Ну, а попытка у него была именно сделать опухоль в 1931 году. Видите, было 72 обезьяны задействовано, были без попытки подсадить опухоль под кожу, мышцы в садях, мозговые оболочки, но все эти попытки, они не увенчались успехом. А успешная первая модель саргомы, которая получилась, это была как раз модель Николая Николаевича Петрова, который, в общем-то, считал, что действительно лабораторные животные, такие как крысы, мыши, кролики, которые используются как раз экспериментальные патологии, они немножко отличаются от человека, в первую очередь, по естественной продолжительности жизни, поэтому, конечно, использование приматов в этом плане наиболее интересно. Вот. И вот, как бы, краткая история его научной работы. Видите, как я уже сказал, 12 лет продолжались опыты, было задействовано 34 обезьяны, и использовался такой препарат, как метилхолантрен, который вводился в тучу молочных желез, сначала у одной группы обезьян, при этом не получилось эффекта. У 11 обезьян второй группе вводилось в костный мозг ливных костей, вот, и тоже доза оказалась недостаточна. И лишь в третьей группе, у которых, так сказать, использовалась повышенная доза, вот, у одной из самых развилась остеогенная саркома. Ну, и в четвертой группе, где не применялась радиационная, так сказать, онкогенез, вводились большеберцовые кости, стеклянные трубочки с излучающей хрудой. Здесь также у трех из семи везьяна развилась остеосаркома. Ну, смотрите, на какие сроки. В одной на девятом году, в второй на десятом году и в третьей на одиннадцатом году опыта. То есть, конечно, это достаточно трудоемкий опыт и, соответственно, требует действительно больших трудозатрат и терпения. Ну, вот, выдержки этой монографии, динамика развития злокачественного роста, видите, так сказать, через года, три месяца начинается разряжение и склероз кости в месте введения канцерогена. Через три года совершается уже злокачественное превращение. Мы видим утолщение костей и начало лучистых саркомных разрастаний. И вот еще через месяц уже быстро прогрессировано, видите, это, кстати, какое измененное педро уже у макаки и резусов. То есть, это положительный результат развития индуцированной опухоли у обезьяны. Поэтому, как раз с работами Николая Николаевича Петрова впервые была доказана возможность экспериментального канцерогена, канцерогенеза у приматов как посредством химических канцерогенных веществ, так и посредством радиации. И выводом оказалось, что именно костный мост веных костей представляет собой наиболее благоприятные объекты экспериментов. И, в принципе, развитие опухоли происходит так же, как и у человека. И опять-таки отмечу, что действительно это длительный процесс, там 9, 10, 11 лет то, что случилось. Ну, у Николая Николаевича Петрова было множество последователей, которые также занимались экспериментальной экологией. И, видите, здесь перечислены многочисленные ученые зарубежные, которые этим занимались с различным успехом. Но я хотел бы отметить основного ученика Николая Игорева Петрова и ученого, у которого получилось впервые создать эпителиальную опухоль, это Юлик Александр Шмельников, который также работал вне онкологии и занимался тем, что водил различные канцерогены в гайморову пазуху. И в результате также развился эпителиальная опухоль РА в гайморовой пазухе. Это действительно тоже первый в мире был результат, когда развивался уже не сарком, а именно эпителиальная опухоль. Также эти работы были описаны в различных монографиях, которые также можно в библиотеке взять и прочитать. Но на сегодняшний день продолжается изучение различных моделей, последователями Николая Николаевича Петрова. В 2018 году вышла такая работа, которая касалась как раз прогресса моделей приматов, которые описали китайские ученые. Они использовали возможности проведения благостарной комплиментации этих матов, то есть получение приматов сформированными опухолями из клеток человека. То есть в принципе если описать их работу, то получали ооциты, редактировали эти ооциты и затем непосредственно подсаживали благостарной суррогатной матери. Таким образом уже рождался детеныш с органами сформированного из клеток человека и уже на этой фоне проводились различные эксперименты по экспериментальной онкологии. Но если еще раз вернуться к истории, я хотел бы несколько слов рассказать о тех возможностях, которые сейчас существуют в институте медицинской термотологии на сегодняшний день. еще раз напомню, что такие серьезные заболевания, как полиумелит, желтая лихорадка, сутной тиф, пищевой энцехалит, оспа, гепатит и ряд других как раз были разработаны на приматах. И видите, в Сухуми сохранился до сих пор памятник Павиану Гамадрёву. Это реально существующая фигура, который был отцом многочисленного потомца, такой стоит памятник. Его можно посмотреть в Сухуми в питомнике обезьян. Есть сейчас много работ, которые посвящены изучению метаболического синдрома обезьян. Посмотрите, две обезьяны, это Кэкерилус, которая, одна находилась слева на питании, на которой уменьшена была на 30% по калории, а второй позволяя есть все, что подряд, все, что она захочет. И, соответственно, одинаковый возраст, по 25 лет, что соответствует около 90 лет у человека. И видите, какая разница в внешнем виде в том случае, когда у нас достаточно хороший соблюдается режим питания. Что касается истории, то в 1990 году был перенесен в связи с Абхазо-Грузинской войной институт из Сухуми в Адлер. И, соответственно, в 1992 году все исследования, которые проводились до этого в Сухуми, были перенесены в Адлер, где был на базе рабочей площадки по выращиванию обезьян, был создан уже не медицинской приматологией. И долгие годы институт возглавлял академик Лапин Борис Аркадьевич. Он 50 лет был директором, сначала в Сухуми, потом в Адлере до 2013 года. 2013 года научным руководителем. И вот в этом году мы отмечаем его столетие. Месяц назад у нас прошла научная конференция, где многочисленные соратники Бориса Аркадьевича из многих научно-исследовательских институтов нашей страны делают доклады о совместных исследованиях, которые были произведены вместе с Борисом Аркадьевичем. Несколько слов о тех приматах, которые содержатся в нашем институте, питомнике обезьян, это, конечно, зеленая мартышка, на которых как раз проводится много исследований по вакцины с полиомиелитом. Видите, здесь как раз приставлен флакончик полиомиелитной вакцины. Это макак Арезус тоже вид макак, который широко используется, в частности вакцина от ковида, она тестировалась как раз на наших макаках-резусах и продолжаются новые исследования по созданию новых вакцин от ковида именно с использованием макак-резусов. И такие, так сказать, тоже несколько менее известные макаки, сменопросты макак или лапундер и тоже, так сказать, широкое исследование, большое количество исследований проводится на макаках фасцикулярикс, это иванская макака или макака траборет, поскольку аналоги крабов, так сказать, они широко тестируются для доклиники различных противопухолевых препаратов, таких как безум, безумап, трастузумап, антипедия, антипедия, препараты, вот эти все препараты проходят доклинику именно на макаках иванских, такое положение Всемирной организации здравоохранения, так сказать, и все тоже наши здрав придерживаются обязательному тестированию новых препаратов молоклональных институт, в первую очередь макаках иванских. Ну и такие, так сказать, тоже крупные стадо павианов гомодрилов, которые, так сказать, являются наиболее крупными видами обезьян, в частности, так сказать, вес может достигать 40-50 килограмм, и многие клеточные технологии, хирургические новые вмешательства разрабатываются, конечно, в частности, на гомодрилах. Вы, наверное, слышали, в этом году была проведена большая работа по изолированному перфузию головного мозга с цитостатиками, то есть модель, которая разработана для лечения метастазов и клеом головного мозга, эти работы как раз были проведены на павианов гомодрилах. Их родственниками также являются павианы анубисы, которые также используются для этих же целей. Вот несколько фотографий об институте. Видите индивидуальная клетка, в которой находится животное. С помощью специального прожимного устройства можно вводить какие-то лекарства внутривенно, брать кровь у этих пациентов, у этих приматов наших пациентов. Поэтому именно в таких условиях они содержатся для эксперимента. В институте есть большое количество лабораторий. Это лаборатория молекулярной биологии, где тоже проводятся генетические исследования, лаборатория иммунологии и биологии клетки, зоотехническая лаборатория и ряд других. Соответственно, в настоящее время проводится подготовка GLP аккредитации. Надеюсь, в следующем году эта аккредитация состоится. Ну и несколько фотографий о нашем институте. Общий вид, потому что институт занимает достаточно большую территорию, около 90 гектаров. Содержится 6200 обезьян. Большинство из них содержат вот таких больших вольеров, где они живут большими группами, по 30-50 особей. И у них есть и летние помещения, и зимние или ночные, где они находятся, где есть обогреваемые помещения. Поэтому в принципе все условия для содержания и развития есть. Каждый год в институте рождается около тысячи новых приматов. Это здание лабораторного корпуса, которое было построено у нас в 2015 году. Большинство исследований проходят в так называемых изоляторах. Небольшие помещения, в которых находятся клетки. Есть у нас экскурсионное отдел, где можно ознакомиться с редкими видами. У нас еще существует помимо основных четырех видов еще 22 вида редких животных. Ну и вот видите тут спускаемый аппарат, на котором было шесть запусков обезьян в космос, программа Бион, во время которых извещались различные физиологические функции обезьян при невесомости и космической радиации. Также большое количество семейных клеточек, где живет самец, несколько самых и их дети, тоже достаточно большое количество этого обезьяна живет. Ну вот тут представлено тоже помещение, где находится у нас экспериментальная лаборатория, экспериментальная операционная. вот в таких изоляторах проводятся различные эксперименты. Это вот тоже вид общего изолятора и, значит, вид вольера, где содержатся у нас обезьяны в свободном виде. Следует отметить, что они доживают до своего предельного возраста 25-30 лет. Конечно, в дикой природе они так долго не живут, но учитывая, что у нас тут нет врагов и, соответственно, даже пожилые, обезьяны чувствуют себя неплохо, так сказать, и у нас большая есть группа именно пожилых обезьян, на которых исследуются различные герметологические исследования. Есть помещение для приезжающих молодых ученых, в том числе, так сказать, видите, это у нас общежитие для исследователей, которые приезжают на короткие эксперименты, то есть, поэтому, в общем-то, прямо на территории института можно остановиться и проводить различные исследования. Поэтому я с удовольствием вас приглашаю к научным исследованиям в институте приматологии. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!